Добрый вечер! В эфире подробности. Основная тема сегодняшнего выпуска – медицина. Профилактика болезни, проблемы с лекарствами. Что касается лекарств, то стало известно, что количество жалоб за эти минувшие полгода в Росздравнадзор увеличилось аж в два раза. Жалуются люди. И по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вот на 50%. Так что люди в основном на отсутствие лекарственных препаратов в аптеках 95% жалуются. И 5% жалуются на отказы в выписке льготных рецептов. По результатам проверок аптек выявлены факты нарушения действующего законодательства. И министру здравоохранения выдано предписание об устранении нарушений принятия незамедлительных мер. Граждане, конечно, должны быть обеспечены необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями. И, в общем-то, власть работает в этом направлении, но, похоже, еще недостаточно. Да, у нас действительно бывает, что часто не купишь нужного лекарства. Либо денег не хватает, они дорогие, либо лекарства вообще отсутствуют. Но еще хуже, конечно, когда у человека диагностируется вообще страшное заболевание, даже неизлечимое. И у нас в России не всегда его можно вылечить. И приходится собирать деньги и стараться лечиться где-то за границей. Вот один из таких трагических примеров сегодня мы приведем. И еще одна тема у нас сегодня, она о сострадании, о взаимопомощи, о выручке, о доброте. Ну, в общем, о том, что делает нас людьми. Вот этого человека, который у нас сегодня в студию, к нам провела беда. Беда случилась с его товарищем по цеху, коллегой по работе. Вот наш гость Батяйкин Тарас Анатольевич, кузнец-художник кузнечного двора «Корч». Очень известный в Ульяновске. Сейчас он расскажет, какая беда у них приключилась. Пожалуйста, Тарас Анатольевич. У нас действительно беда, просто даже несчастье, это даже не коллега, это друг. И получилось так, что обнаружилось, что у Юрия Мосина обнаружили рак. Это очень серьезная болезнь, с которой мы можем чем-то помочь. Но с этой болезнью нам в одиночку, наверное, не справиться. Мы уже пустили клич по России, союз кузнецов. Все товарищи и коллеги как раз вот сбрасываются. Урал ответил, Москва ответила, Питер ответил, Казань ответила. Ну, мы боимся, что здесь мы не сможем просто собрать такую сумму денег, с которой мы как-то можем помочь. Потому что это чем-то мы можем помочь. Сказать, подсказать, обнять, выпить наконец с ним. Но здесь такое, что мы просто просим помощи от города. Здесь всем миром, как говорится. То есть вы через социальные сети, вот я знаю, да, как-то? Да, сбрасываются люди, начали отвечать уже даже незнакомые люди, которые видели это объявление. Сейчас, я не знаю, мы просто сейчас собираемся, что можем. То есть таких людей, как вот Юрий Мосин, с которым вы много лет работали, таких талантливых профессионалов своего дела у нас наперечет. Правильно я понимаю? Ну да, мы с Юрой вообще однокурсники. Мы с ним знакомы с 85-го года. И вот с 85-го года мы практически постоянно вместе. Мы всегда в одном цеху, как говорится, работали постоянно плечо в плечо. Он надежный, крепкий, стабильный такой друг, который хороший семьянин. Ну, вот так вот случилось у нас. Ну, к сожалению, от таких болезней, как рак, у нас никто не застрахован. И ни в стране, ни в мире. Мы знаем случаи от звезд высоких до простых людей. Фактически каждый из нас сможет попасть под этот каток судьбы, что называется. Поэтому, ну, я думаю, стоит нашим зрителям прислушаться, откликнуться на клич наших кузнецов. Если у кого-то будет желание, возможность помочь человеку с серьезным лечением, то все данные его, пожалуйста, у нас на телеэкране запишите. И спасибо, если вы обратите на это внимание. Спасибо, Тарас Анатольевич, что пришли к нам. Вам спасибо. К сожалению, случай такого рода не слишком уникальный. У нас иностранцы, бывает, что помогают людям вылечить рак, либо какое-то более еще серьезное заболевание. Вопрос, куда уходят сотни миллиардов выделенных государством денег на здравоохранение, ну, вопрос риторический. Конечно, надо качественно улучшать профилактику болезней. И это обойдется куда дешевле, чем потом лечить людей за большие деньги. Вот по этим обозначенным проблемам мы сегодня поговорим с нашим экспертом. Сегодня у нас в программе принимает участие главный врач Ульяновского областного центра медицинской профилактики Смирнов Павел Сергеевич. Добрый вечер, Павел Сергеевич. Добрый вечер. Вот, исходя из предыдущего сюжета, который мы показали, можно ли профилактическими мерами предупредить такие страшные болезни, заболевания, как рак, сердечно-сосудистые заболевания? Они ведь очень сложно лечатся в последней стадии, как известно. Да, конечно. Вот все об этом знают, что легче предупредить болезнь, чем потом лечить ее. Это общеизвестная такая истина. И, в общем-то, ее сейчас нужно и важно придерживаться. Вот вы сказали про неинфекционные заболевания. То есть, это как раз сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания относятся к группе неинфекционных, так называемых, заболеваний. И они как раз и приводят, как правило, к печальным последствиям. То есть, иногда к повышению смертности, к повышению заболеваемости. То есть, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические, стоят на первом месте. Поэтому, конечно, предупредить их можно. Или, по крайней мере, на тех ранних стадиях, на которых возможно еще какое-то лечебно-профилактическое вмешательство, это возможно. И это нужно делать. Ну, очень важный такой рычаг, который может нам помочь в этом направлении, это, конечно, диспансеризация и профосмотры. Диспансеризация проходит раз в три года, а профилактические осмотры проходят ежегодно. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы люди действительно пересмотрели, ну, жители нашего региона пересмотрели отношения к своему здоровью, чтобы они действительно относились уважительно к своему здоровью и берегли его. И вот именно для этого и направлены вот эти профилактические меры, как диспансеризация профосмотра, о которых я сказал. Павел Сергеевич, а вот на предприятиях в основном вы стараетесь профосмотры проводить? И как вообще предприятия, их руководство относится к здоровью своих работников? Не наплевательски ли бывает? Ну, я хочу сказать, что сейчас, вот в последнее время, благодаря нашему губернатору Сергею Ивановичу Морозову, конечно, понимание начинает потихоньку приходить к руководителям предприятий и ведущих предприятий, и даже среднего бизнеса. Они на самом деле начинают понимать, что легче все-таки предупредить какие-то заболевания своих сотрудников и на каких-то ранних стадиях их, как говорится, поймать и профилактировать, чем потом длительные больничные листы, увеличение инвалидности, например, или еще такое прочее, прочее. И в то же время они еще понимают, еще важный очень такой аспект, как создание нормального трудового места рабочего. То есть понятно, что если рабочее место, оно нормально по охране труда, все создано. Экология производства. Да, экология производства так называемая. Это руководители тоже сейчас стали понимать, и сейчас этому уделяется очень большое внимание. И в какой-то степени мы контролируем этот очень такой раздел, очень важный. Потому что на самом деле и питание своих сотрудников, и их рабочие места, значит, это очень важно. А вот то, что я говорил про диспансеризацию профосмотры, на самом деле вот сейчас должно полностью уже быть пересмотрено отношение к диспансеризации и профосмотрам. Почему? Потому что отношение должно быть такое позитивное. Потому что на самом деле сейчас диспансеризация отличается от той диспансеризации, которая была раньше. Раньше была эта группа таких кабинетов, узких специалистов, к которым заходил человек, у него спрашивали, чем ты болеешь, значит, какие жалобы. Человек говорил, жалоб нет, или там какие-то минимальные жалобы, там выявлялись какие-то заболевания. Он ставился на учет диспансерный, либо ставили здоров, и все. И человек как бы был предоставлен сам себе, по сути дела. Сейчас диспансеризация отличается очень кардинально. Сейчас она проходит в два этапа. То есть на первом этапе это участвуют обязательно кабинеты и отделения профилактики, которые у нас, в общем-то, есть в каждом лечебном учреждении нашего региона, в каждом абсолютно. И они, на самом деле, вот этот первый этап, это где проходит анкетирование, проходит выявление тех факторов риска, которые именно приводят к тем заболеваниям, о которых вы сказали. То есть сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и так далее. И вот потом уже на втором этапе, когда человек идет к терапевту, терапевт уже вносит суждение. К какой группе здоровья относится пациент, нужно ли ставить его диспансерный учет, или достаточно того углубленного консультирования по факторам риска, которые, в общем, приведут к нормальному положительному эффекту. Понятно. Павел Сергеевич, вот людей приучили еще с советских времен делать флюорографию, и до сих пор, как бы, особенно старшее поколение к этому относятся ответственно. И, может быть, вот поэтому и из вашей деятельности профилактической, у нас вот на неделе новость, что заболеваемость туберкулезом снижается на 2%, но снизилась. Действительно ли вот так хорошо дела обстоят с этим? Да, ну, во-первых, я считаю, что каждое лечебное учреждение вообще несет такую информационную, как бы, проводит информационную работу с населением о целесообразности прохождения флюорографического обследования. Что флюорографическое обследование не только выявляет, значит, там, бронхит, или там, трохииты, или там еще какие-то, но в том числе, вот, в первую очередь, они направлены на то, чтобы выявлять туберкулез и онкологические заболевания. И при подозрении, каком-то подозрении на вот эти заболевания, обязательно уже с каждым пациентом ведется непосредственная работа. И на самом деле, вот, вовремя этот, если процесс вовремя схвачен, как говорится, то и работа профилактическая, она даст результат. И сейчас у людей действительно идет понимание, потому что на каждом терапевтическом участке терапевты ведут паспорт своего участка, они знают весь контингент своих пациентов. И на самом деле, вот эти пациенты, с которыми они работают, они все информированы, что без флюорографического обследования, значит, в общем-то, сейчас нельзя обойтись, и поэтому ежегодно надо проходить. И в то же время еще у нас в Министерстве здравоохранения, конечно, разработан график-план выезда мобильных флюорографов обязательно. Это и в районах работают эти выездные флюорографы, и на городской территории, значит, близлежащие. То есть обязательно, значит, и в отдаленные районы ездят. Вот эта выездная работа флюорографов, она очень важна, потому что действительно есть районы, которые отдалены от так называемых, ну, крупных учреждений, но работа профилактическая в этом управлении должна обвестись обязательно. Еще вопрос, Павел Сергеевич. Вот вы уже отметили, ну, я как обычный человек, который лечится, ходит в поликлинику, о том, что все-таки наше руководство, ну, и губернатор, и министр здравоохранения, они действительно стараются развивать медицину. Вот у нас перинатальный центр строится, вот у нас какие-то проекты. Недавно, например, губернатор подписал буквально вчера инвестиционный проект интересный, который называется «Новая скорая». Это тоже относится к раннему предупреждению вот серьезных, да, каких-то болезней, то есть профилактика, если человек получает немедленную медицинскую помощь. Это «Новая скорая», это частного государственного партнерства. Там вот в чем смысл, интерес, там в чем, как вы прокомментируете? Ну, значит, вот эта вот «Скорая помощь», то есть это опять же идет о доступности, качественной медицинской помощи населению, о доступности. И вот правильно вы сказали, что своевременная вот эта медицинская помощь, первая, она очень важна, а потом уже на следующем этапе специализированная медицинская помощь, она очень важна. Ну, мы вот как Центр медицинской профилактики, который я представляю, мы тоже информируем все время население, и на всех наших площадках, во всех мероприятиях, проектах наших обязательно информируем население, и когда работаем с учебным учреждением, тоже в этом направлении ведем работу, чтобы люди знали, что вовремя вот даже самопомощь, когда, например, приступ боли в сердце начался, или гипертонический кризис, сначала самопомощь, потом, если нет какого-то эффекта, да, такого положительного, то обязательно своевременный вызов скорой помощи, и он очень важен, и он дает прогноз, очень такой благоприятный, и всегда, значит, вот это работает. То есть обязательно нужно людям знать, что не нужно терпеть боли в сердце, не нужно ждать, когда гипертонический кризис закончится каким-то осложнением, там, инсультом или инфарктом, обязательно нужно вызывать скорую помощь или неотложную помощь. Это очень важно, и поэтому мы до людей тоже это доносим, как бы это дает очень большой положительный эффект. И, может быть, последний вопрос, Владислав Сергеевич, вот что сейчас нужно такого предпринять, ну, реального, в ближайшее время, чтобы сама по себе медицинская профилактика, вот ваш областной центр, который вы возглавляете, работали еще более эффективно, чтобы, ну, помочь здравоохранению? Ну, по сути дела, сейчас работа в этом направлении идет. У нас в регионе целая система профилактической медицины, то есть это не только центр медицинской профилактики, который мы оказываем организационно-методическую помощь, взаимодействие вот это организуем, значит, с целой системой профилактики. Это семь центров здоровья у нас, у нас, значит, восемь отделений профилактики, у нас более тридцати кабинетов медицинской профилактики, тридцать шесть кабинетов отказа от курения. Вот эта, значит, мощная такая система в регионе, она и как раз направлена на вот такую массивную лечебно-профилактическую деятельность. То есть туда всегда можно обратиться. Всегда можно обратиться. Я хотел, пришел, и мне помогли. Да, и сейчас, это на особом контроле сейчас находится у министра хранения Павла Сергеевича Дегтяря, значит, что нужно пересматривать абсолютно отношение к диспансеризации, диспансерному наблюдению. То есть диспансерные группы, они должны составлять не менее 800 человек на участке, это однозначно. Не менее где-то порядка 45-50% это должны составлять пациенты, на диспансерном наблюдении должны находиться пациенты, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания и артериальную гипертонию в том числе. Это очень важно. И более 40% должны быть из них мужчины, потому что все-таки, ну, не секрет, да, что, конечно, мужчины больше подвержены и стрессам, и различным этим, которые приводят. Да, это очень интересно. А вот как узнать адреса, телефоны ваших кабинетов, может быть, не все наши зрители знают их, вот сайт у вас есть, да? Да, у нас есть сайт, один из лучших сайтов у нас Центра медицинской профилактики, мы всегда его обновляем, всегда там очень полезная информация, пожалуйста, заходите в Центр медицинской профилактики, значит, в поисковике, на обращу, там сайт будет. Да, да, и там и для пациентов очень важная информация, и для лечебно-профилактических учреждений, вот, но я хочу еще сказать, пользуясь случаем, что во время наших различных мероприятий, проектов мы информируем население как раз вот от той системы профилактики, к которой они могут обратиться всегда, и, в общем-то, ну, не секрет, что у участкового терапевта всего лишь 12 минут на пациента. К сожалению, этого времени, конечно, мало для того, чтобы провести углубленную консультировку. Больше бумаг, чем помощь. Да, чтобы углубленную консультировку. Вот для этого и существуют кабинеты и отделения профилактики и Центры здоровья, которые находятся в структуре лечебно-профилактических учреждений. И вот если они, на самом деле, сейчас они уже начинают и вовсю занимаются диспансеризацией именно вот первого этапа и начала второго, да, то, значит, вот тогда будет эффект, действительно, и он уже сейчас есть. На самом деле, он есть этот эффект, люди приходят, узнают, и вот, как бы, пользуясь случаем, хочется обратиться ко всем нашим жителям региона, что на самом деле надо пересмотреть отношения к своему здоровью и действительно обращаться в поликлинику не тогда, когда уже, как говорится, пришла беда, да, но и тогда, конечно, тоже это очень важно. Но и на ранних стадиях, то есть нужно проходить диспансерные осмотры, нужно проходить профилактические осмотры, это очень важно. И поэтому во время этих именно мероприятий выявляются факторы риска, которые именно вот влияют на развитие и сердечно-сосудистых заболеваний, и онкологических заболеваний, и вовремя проконсультировать пациента, это вот очень важно, по каждому фактору риска. И не то, что вот проконсультировал и всё, до свидания, да, этому пациенту сказать. Нет, значит, проконсультировать, потом назначить дополнительному явку, обязательно взять его под своё крыло, как говорится, проверить его, значит, потом клинические, лабораторные обязательно параметры, что они вот именно при исключении тех факторов, на которые ему указали, что они стали лучше. И тогда действительно пациент понимает. И консультировать надо правильно. Углублённое консультирование, мы сейчас, мы проводим большую работу, мы проводим семинары, проводим различные конференции и в ЭКС режиме, и при личном таком общении и с руководителями лечебных учреждений, и с заместителями, значит, руководителями лечебных учреждений, и заведующим поликлиникам, и в первичное звено, врачи, медсёстры, то есть со всеми вот этим, как говорится, со всей системой профилактики мы проводим обязательно вот такие семинары, конференции, как я сказал, именно направлен на то, чтобы люди знали, которые работают у нас в медицине, чтобы они знали, как должна профилактическая служба быть построена в лечебном учреждении, как должны быть все этапы выстроены, значит, и так далее, и так далее, то есть и какие звенья, чем должны заниматься, это очень важно, и такая информация, она очень востребована, очень многое зависит от руководителя лечебных учреждений, и всегда, вот Павел Сергеевич Дегтярь, всегда и на каждом аппаратном совещании мне дают всегда слово, чтобы я обращался к своим коллегам, как говорится, и говорил о важности именно профилактической работы в лечебном учреждении, если она правильно выстроена, конечно, может быть, она не даст сразу такого результата, прям вот такого положительного сразу, но если мы сейчас не будем правильно в этом направлении работать, то и мы отдаленно не получим нормальных положительных результатов, поэтому надо работать в этом направлении и сейчас уже, и с каждого врача, с каждой медсестры спрашивать в этом, что сделано, как сделано, поэтому, в общем-то... Ну, тут трудно с вами не согласиться, так и есть, большое вам спасибо за участие в нашей передаче, надеюсь, что мы будем периодически с вами обсуждать вопросы и здравоохранения, и медицинской профилактики, и еще раз... Да, я тоже пользуюсь случаем, хочу поблагодарить Арсенал, что вот пригласим такую программу, и я очень надеюсь, что у нас в ближайшем будущем появится прям цикл каких-то программ таких вот, да, именно с профилактической такой направленностью, и мы будем приглашать специалистов, главных штрафов, экспертов, и на самом деле людям это интересно, людям это важно, полезно знать, и поэтому сейчас, как говорится, человек, каждое слово он ловит от нас, от врачей, поэтому на самом деле это востребовано, поэтому спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Ну вот, есть еще интересная новость на тему здравоохранения. Губернатор подписал договор о создании в Ульяновской области отделения скорой медицинской помощи. Договор заключен с частной компанией, это интересно. Нас ждет создание на базе регионального центра специализированных видов медицинской помощи, ну, БСМП в простонародье, частного государственного приемного отделения скорой помощи. Оно будет обслуживать как тяжелых пациентов, так и тех, кто смог самостоятельно добраться до отделения. Фактически это будет департамент скорой помощи. Эксперты говорят, что это новая модель оказания медицинских услуг для России. В то же время это и успешная мировая практика. Что будет нового? Ну, изменится модель взаимодействия между пациентами и клиникой. Большое приемное отделение скорой разделит потоки пациентов по коридорам. Зеленый коридор, желтый и красный. Красный коридор предназначен для тяжелых больных, а зеленый пациент может добраться самостоятельно. В новом приемном отделении будет сконцентрировано технологическое оборудование, позволяющее быстро поставить диагноз. Кроме того, в нем же разместится палата интенсивной терапии, в которых пациенты смогут наблюдаться до того, как им поставить диагноз. Отмечу, что такие проекты уже есть в Татарстане, Санкт-Петербурге. Но вот Ульянская область является, опять же, своего рода первопроходцем, потому что у нас проект реализуется в форме именно государственно-частного партнерства. И общий объем инвестиций в проект, который называется «Новоскор», оценивается в 500 миллионов, полмиллиарда рублей. Медицинская помощь будет абсолютно бесплатной, что тоже очень важно. В Леновске недавно прошло заседание Народного фронта, специальной группы, где обсуждались проблемные вопросы, тот же медицинского характера. Активисты ОНФ провели в городе мониторинги по медицинским темам. На вопрос, ведется ли работа по профилактике курения, табака и алкоголизма, в школах большинство школьников ответили утвердительно. А вот большинство студентов, что интересно, сказали нету. Что касается диспантеризации, то только половина опрошенных активистами Народного фронта респондентов знает об этой программе. В вопросе ОНФ по доверию к платной медицине выяснилось, что подавляющее большинство ульяновцев по тем или иным причинам обращались в платные клиники. И среди причин, по которым они обращались в частные клиники, респонденты отмечали удобство, отсутствие очередей, более высокое качество обслуживания. Ну, и активная дискуссия развернулась по вопросу электронной регистратуры. Было высказано мнение, что пока эта система еще эффективно не заработала. Нету там максимальной отдачи. Главная причина положения дел в том, что нет структурирования при записи к врачу. Но отсюда получается, что на одно и то же время записано, оказывается, несколько человек, и, соответственно, возникает очередь. Вывод такой. Профилактическая работа в медицине, о которой мы говорили, должна быть вообще межведомственной. Нужно, чтобы в образовательных учреждениях устанавливали стенды с информацией о пропаганде здорового образа жизни и здорового питания. Ну, а региональный штаб Общероссийского народного фронта должен поддержать инициативу Минздрава и не уменьшать количество проверок в частных медицинских учреждениях. Кроме этого, необходимо обратить внимание руководства страны на то, что бумажная работа у медиков не стала меньше, наоборот, больше. Хотя много говорится о снижении документа оборота. Последнее на сегодня, пожалуй, это дела церковные. Куда уехал Феофан? Ну, в церкви смена караула. На неделе стало известно, что нас покидает православный владыка Феофан. Напоследок он дал интервью средствам массовой информации, рассказал о достижениях на церковном фронте. Наш высокий церковный деятель идет вроде как на повышение, в более богатую, блестящую от злата соседнюю национальную республику, в Казань. Ну что ж, дай бог, что тут сказать. Можно цитировать и в Англии, который говорит, что доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше сребра и злата. Митрополит Феофан 19 июля совершит прощальную божественную литургию, спасся в Вознесенском кафедральном соборе, том самом, где он недавно перерезал красную ленточку. Ну, главное ли это его достижение, либо есть еще достижение, вопрос как бы дискуссионный. Вообще, если вы по теме говорите о нынешних церковных нравах, то, глядя на некоторых наших святых отцов, все чаще вспоминаешь слова Нового Завета о жизни вокруг идеи материального благополучия. В Евангелии ведь всячески подчеркивается непрочность и ненадежность такого богатства и такой жизни. Это и дом, построенный на песке, и богач, светло празднующий свои дни, и непонимающий, что подстерегает его внезапная смерть или апокалипсис. Кстати, апокалипсис про такое богатство говорит очень определенно. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а и не знаешь, что ты несчастен, жалок и ничь, и слеп и наг. Ну, в общем, здесь есть над чем задуматься богачам, бедным людям. Это как бы философская проблема. Есть о чем действительно подумать. На этом мы сегодня заканчиваем. Спасибо за внимание. До свидания. Кстати, сегодня появилась новость относительно перевода митрополита Феофана в Казань. В Ульяновске прошел крестный ход в память невинно убиенных мучеников царской семьи. И во время этого крестного хода часть священников симбирской епархии публично выступили против назначения в нашу симбирскую епархию митрополита Анастасия. И часть верующих после выступления священников стали подписывать специальное обращение от паства симбирской епархии к митрополиту Феофану. Там, в частности, сказано, что когда мы узнали о том, что вас, горячо любимого нами, архипасторы, перевели на Казанскую кафедру, то сердце наше наполнилось болью и огорчением. Однако еще больше болью и огорчением наполнились наши сердца, когда мы узнали о назначении на древнюю симбирскую кафедру митрополита Казанского Анастасия. И там еще сказано, что к священникам симбирской епархии ежедневно обращается множество людей, которые крайне смущены дурными слухами о митрополите Анастасии. И, обращаясь к Феофану, подписавшие это обращение пишут «Надеемся, что вы, как наш любящий отец архипастор, не будете безучастны в беде, постигшей кафедру». То есть не так все просто с переводом митрополита Феофана в Казань, потому что, судя по всему, не все в церкви, начиная от священников и кончая частью паствы верующих довольны вот этими перестановками. Мы будем следить за развитием событий. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!